Это актуальное интервью. Сегодня у нас широкое поле для разговора. У нас в гостях заместитель губернатора Нинецкого автономного округа, руководитель департамента образования, культуры и спорта Галина Пронеславовна Медведева. Галина Пронеславовна, здравствуйте. Начнем, пожалуй, с самого актуального на сегодня вопроса. Едином государственном экзамене, основном государственном экзамене, который ждут все выпускники, педагоги, родители. Если о сроках и процедуре экзамена, в принципе, уже все известно, то неизвестно, вот остается такой факт, можно ли присутствовать на экзаменах посторонним лицам. Ну, вы имеете, наверное, в виду, это общественные наблюдатели. Да, есть возможность. Но для того, чтобы попасть на экзамен, который достаточно закрыт и достаточно жестко регламентирован, несомненно, люди должны пройти аккредитацию. Необходимо написать заявление в департамент, подойти для того, чтобы участвовать в этом экзамене либо в Центр развития образования, который занимается ЕГЭ, и пройти аккредитацию. Аккредитацию можно пройти как учебу в Центре развития образования, так можно и выйти на сайт ЕГЭ федеральный и пройти в тестовом режиме дистанционно, послушать курс и сдать экзамен, там, тесты и получить сертификат. Действительно, общественный наблюдатель должен пройти обучение, потому что он должен знать, на что он имеет право и какие у него есть ограничения. То есть стать ему может абсолютно любой человек? Любой человек, да, естественно. Ну, нужно пройти аккредитацию, в том числе для того, чтобы мне, как руководителю департамента, поприсутствовать на экзаменах, посмотреть, насколько качественно и правильно идет, так скажем, начало экзамена, когда дети собираются, когда объявляются, предположим, вопросы, когда заканчивается экзамен. Пройти в пункт такого экзамена, проведение экзамена, я тоже могу тоже, как только общественный наблюдатель, пройдя соответствующую аккредитацию. То есть общественный наблюдатель, он знает все основные положения проведения государственного экзамена? Конечно, конечно. Потому что ведь, во-первых, есть волнение детей, а второе, есть, ну, как мы говорим, жесткие правила регламента, когда дети и так волнуются, да, и еще наличие посторонних людей, в первом посторонние для ребенка, оно вызывает определенное тоже напряжение. Поэтому любой общественный наблюдатель, да, он должен быть настолько незаметным, настолько ненавязчивым, чтобы дети его не ощущали. Это, наверное, прежде всего психологически связано с этим. А, например, психолог, он присутствует психологу в пункте сдачи, нужно тоже стать общественным наблюдателем? Все, любой человек, который только члены ГАК могут пройти, и то это регламентировано. Вот все остальные, несмотря на то, что я возглавляю этот департамент, точно так же я должна пройти эту общественную аккредитацию, получить сертификат, и только после этого у меня будет право поприсутствовать вот в этом пункте проведения экзамена, в том или в другом. Определено какое-то количество общественных наблюдателей, допустим, их должно быть конкретное число, или это какие-то... Нет, конкретного числа нет конкретного числа, но, конечно, когда идет распределение, куда они могут попасть, то лучше как-то вот степенно регламентировать, да, так, чтобы они... Не оказалось, что в одной школе их очень много и избыток, в другой их недостаток. А в прошлом году сколько было примерно? Это число я не скажу. Разное количество, оно зависит. Это же, если брать, это ведь не только город. У нас два пункта проведения экзамена в городе, а десять в отдаленных местностях. И поэтому, несомненно, там тоже есть общественные наблюдатели муниципальных образований. Калина Брониславовна, ведется в округе какая-то профессиональная подготовка, переподготовка кадров? Есть... Значит, мы готовим программу вообще подготовки, да, кадров, ее необходимости, и начинаем, несомненно, со школьного возраста. Прежде всего, это профильные классы, которые сегодня с 10-11, они все профильные, как правило. Это искатели ростных классов, четвертая школа, химико-биологическое направление, это информационная технология пятой школы, ну, первая школа, традиционная математика, да, физика, сильна третья школа, гуманитарным направлением. И вот исходя из этого и определяются профили, где дети могут, несомненно, получить дополнительное, так скажем, дамообразование и определиться с будущей профессией. Несомненно, мы заинтересованы, чтобы обратно возвращались сюда, получив образование. Ну, кто-то идет по специальностям, востребованным в округе, кто-то рассматривает себя в какой-то другой сфере, да, ну, здесь зависит и от ребенка. Ну, и, наверное, от того, насколько мы вот эти профили сориентируем в своей жизни. И очень бы хотелось, чтобы мы с этого года возобновили с медицинской академии, с ГМУ города Архангельска, смогли бы возобновить вот этот класс медицинский, как мы его называем, или класс юного медика, который, в принципе, можно начинать даже с 6-го, с 7-го класса в рамках доп. образования. И чтобы ребенок уже мог почувствовать, сможет он быть медработником или нет, сможет ли он идти по этой достаточно сложной стезе, ну, и так далее. Сможет ли он, предположим, быть химиком, биологом, технологом, да, пройдя. Для этого, в принципе, закуплено сегодня и достаточно широкое оборудование. Есть классы. Класс химии, физики. Два класса закуплено. Класс биологии. И вот рамка сетевого взаимодействия, которое будет курировать Центр развития образования, мы как раз и будем давать возможность детям из разных профилей, из разных школ попробовать себя на элективных курсах поработать на лабораторном оборудовании, специализированном, вот, в школах. То есть это не только, как говорится, класс физики, и это только первая школа. Это дети, которые могут во вторую смену, да, мы говорим, во вторую половину дня получать профильность, вот, элективных курсов. Калина Брониславовна, а вот какие специальности сегодня нужны нашему округу? Какие кадры? Ну, спектр широкий. Прежде всего, нам нужны и педагоги. Нам нужны работники с высшего образования, дошкольного и среднефициального, дошкольного. Нам необходимы психологи. Нам сегодня нужны работники культуры, которые должны получить, да, образование специализированное, и нередко ведь на селе работают люди, профессионалы, знающие свое дело, но не все имеющие базовое, да, мы говорим, образование, которое будет способствовать только профессионализму и повышению качества предоставляемых услуг. Это инженерно-технические работники, это возможности работы сегодня и в нефтяной отрасли. Понятно, что жесткий отбор в любую нефтяную компанию и выпускник с высшим образованием нередко проходит от рабочего, но пройдя вот эту стезю, да, от рабочего, а нередко и до руководителя, они знают все, скажем, да, перипетии, которые есть в разном власти вот этой работы. Поэтому есть большая востребованность в рабочих кадрах. Поэтому сегодня активизировал деятельность многофункциональный центр, при профучилище, когда мы готовим, переподготовку осуществляем для тех, кто работает на автогрейдерах, кто работает на КАМАЗах новых, для тех, кто работает с электробезопасностью и так далее. Вот этот большой, мы говорим, да, спектр, это необходимость обучить и повысить квалификацию, например, кочегаров, кочегаров и газовых котельных, ну и так далее. Поэтому вот эта востребованность, которая есть сегодня, она перекладывается и накладывает ответственность и на образовательные учреждения. Они должны очень четко понимать, что они готовить должны, как готовить и для кого. Для того, чтобы каждый выпуск, мы говорим, да, был в пользу. То есть если мы выпустили, они должны начать работать. Уже на школьной скамье сформировать ребенка представление. Да, со школьной скамье сформировать. Отсюда нужно, несомненно, и развитие научно-технического творчества, если мы хотим хорошие инженерные кадры. Калина Брониславовна, в этом году, в марте стало известно о том, что отменят Селигер. Российский форум, на который ездило очень много молодежи, в том числе из нашего округа. Какие-то форумы еще есть, куда вот наша молодежь активная в этом году сможет поехать? Ну, федерация либо меняет, либо отменяет какие-то определенные форумы, либо перемещает их в другие регионы и так далее. Это связано с тем, чтобы можно было узнать как можно больше территорий в определенной степени своего родного государства, своего отечества. И мы сегодня говорим, внутренний туризм, он как раз будет даже связанный с этим. Но опасности нет, что дети никуда не поедут. Прежде всего, молодежь. Чаще всего на такие форумы ездят от 18 до 30. Наша молодежь, которая чуть более 10 тысяч к нашему округу, Поэтому здесь есть два крупных форума всероссийских. Это Таврида, Крым. Это и образовательный, и обучающий, и воспитывающий, и развлекающий, такой мы говорим, форум. И второй – это форум на Клязьме, который во Владимирской области проводится. Это в рамках всероссийских форумов. То, что касается нашего северо-западного федерального округа, здесь объявлено в этом году два форума, которые являются, так скажем, реперными основными точками для форумного молодежного движения. Это Ладога, Калининградская область, которая будет нести в себе основной момент, связанный с 73-й Победой, как военно-патриотическое направление. И второй – это Балтийский Артек. Балтийский Артек, его как называют, в Калининградской области. Он будет нести, кроме военно-патриотической, еще обучающие. Будут различные площадки. И, в принципе, мы призываем и приглашаем всех к участию в этих форумах. То есть эти форумы не закрыты. Это нет такого, что мы кого-то отбираем там специально, бегаем ищем. Просто молодежь может выйти на сайт «Молодежь-83». Она может зарегистрироваться прямо на сайтах, в самих форумах мы это отслеживаем. И затем, если, конечно же, количество будет больше, чем наша квота, чем мы можем позволить отправить и в рамках нашего бюджета, и программы. Сколько мы можем позволить? На Ладогу мы можем позволить 15 у нас квота. Балт Артек у нас 8 человек. 6 человек. Порядка 8 – Таврида, и 5 – это территория смыслов на Клязьме. Зарегистрировавшись, если будет большее число, то либо идет отбор, как мы говорим, самых-самых звездочек, которые действительно себя проявили в молодежной политике, в волонтерском движении, в предпринимательстве, в зависимости от площадок. Ну, а с другой стороны, каждый, в принципе, если он имеет свои средства, и есть у него большое желание, он может провести там свой отпуск за собственные деньги. Это тоже не возбраняется. Квота дается именно с учетом бюджетных средств, которые определяются. И раз уж мы заговорили о туризме, в последнее время все чаще ведутся разговоры о том, чтобы сделать наш округ туристическим. Галина Верниславовна, как вы думаете, какие перспективы у нашего округа, и когда можем ждать туристов с большой земли первых, да? Ну, округ, он, наверное, интересен тем, что это, как мы говорим, реальная Арктика. Два, два с половиной часа, что от Санкт-Петербурга, что от Москвы, то есть центра России, мы можем прибыть и окунуться вот в нашу, так скажем, природу, в тот быт, который есть, и который могут представить малочисленные народы. Мы можем показать уникальные природные сегодняшние памятники. Это, например, Каменный город, это река Белая, это водопады на Соле. Мы можем показать сегодня Памбашор, горячие источники. Мы можем представить все многообразие экстремального туризма. Но в этом году по зимнику приходила ведь группа, да? И они сказали, что надо немножко менять, и почему бы, как предложил Алексеев Евгений Георгиевич, член Совета Федерации от НАО, что почему бы нам не сделать так называемую, как мы говорим, трофи, да? Вот это Кэмл-трофи есть, да? Мы называем Коми-трофи, а почему бы не сделать Арктик-трофи? В северные вот такие наши широты по зимнику. Другое дело, что здесь скорости будут неуместны, наверное, да, обгона. Но какие-то, предположим, возможности прохождения за определенное время без поломок и так далее, да, то это было бы, конечно, наверное, интересно. Интересуют вот как раз вот эти многообразия. Округ себя по возможности вот начал достаточно активно презентировать, начиная вот фактически с осени. Это участие в нескольких всероссийских конференциях. Это и Санкт-Петербург, это и Петрозаводск, это Вологда, которая определена сегодня центром в Северо-Западе для развития серебряного ожерелья. Ну, есть же золотое кольцо в центре России. Почему бы не быть серебряному ожерелью, а именно по вот Северо-Западу. И вот этот бренд, который, как мы говорим, зародился, постепенно стал раскручиваться. И на сегодняшний день существует, мы говорим, программа как глобальный проект Северное ожерелье, в который округ вошел. И благодаря, наверное, и тому, что провел достаточно крупный вот этот форум, туристический форум, всероссийский форум дружбы, как НАО «Ворота в Арктику». И, несомненно, вот можно продумать, и на сегодняшний день мы рисуем, так скажем, вот эти маршруты, когда можно будет, предположим, с Норвегии до Мурманска, побыть в Мурманске, затем в Архангельске, с Архангельска попасть к нам сюда, в округ, побыть в округе, а, может быть, уйти через Коми, а, может быть, обратно вернуться назад. Есть идеи совместно с Архангельском Мурманском, почему бы не пройти по Северному морскому пути до Вайгача и посмотреть Вайгач не через перелет просто до него, а именно, ну, посмотрев еще и побережье. Есть много идей, есть много вопросов, которые остаются, да, есть какие-то проблемы, так скажем, но, тем не менее, считаем, что, войдя в серебряное ожерелье, я думаю, что приток будет. И, несомненно, наверное, первыми, кто это попробует, как мы договаривались, да, на форуме СМИ, это будут все-таки средства массовой информации и туроператоры, которым потом будет, ну, в будущем, которые будут продвигать, наверное, бренд округа, как любой другой точке исторической, природно-ландшафтной, интересной для экстремального туризма, для детского туризма, как точки, где можно будет приехать, посмотреть, отдохнуть, да, как в любом другой точке России. Я думаю, это будет интересно не только даже для туристов и для жителей округа. Ну, это будет, конечно, взаимный обмен. Это, кроме того, развитие туризма должно способствовать развитию предпринимательства, несомненно. Кроме того, оно должно давать дополнительные рабочие места людям, в том числе и вот на селе. Из Индии мы можем попасть, мы говорим, на реку Белую или Каменные ворота, можно ведь и с той стороны идти. Поэтому здесь не только развитие, мы говорим, турцентра, развитие только анкловов на Ринмаре, это еще и очень бы хотелось, да, чтобы через систему и малого, и среднего бизнеса идти вот с такими туроператорами своими на селе. То есть предпринимателю можно активно включаться в эту работу, развивать туристическую? Конечно, я думаю, что им нужно будет включаться вот именно в эту работу, прежде всего. Именно предприниматель. Раз уж мы заговорили о селе, давайте поговорим о передаче полномочий в сфере физической культуры и спорта. Как сейчас происходит осуществление полномочий на селе именно в сфере физической культуры? С округа, да, с дальней точки. Ну, здесь идет по двум направлениям. Первое, это существующие ФОКи, Красная, Нельминоз, это Коткина. Надеемся, что закончится в этом году, будет завершено строительство Воксина. Кроме того, завершено строительство, уже передано нижние пёши, да. В этих населенных пунктах, несомненно, спорт идет и развивается вокруг деятельности вот этих ФОКов и инструкторов, которые работают в них. А там, где нет специальных сооружений физкультурно-оздоровительных, мы долго думали, каким образом активизировать и оказать содействие, помочь в этих территориях. То было решено ввести ставки инструкторов по физической культуре и спорта, их передать в школы. Это по большинству школ не целая ставка, а 0,5 ставки, полставки, четверть ставки, в зависимости от населения, которое проживает. Для того, чтобы преподаватели физ. воспитания либо дополнительные инструктора могли проводить на базе школ, школьных, спортивных сооружений эту работу по физической культуре. И сегодня основное, наверное, направление в физической культуре – это возрождение ГТО, ГТО в труду и обороне. И это, мы говорим, с одной стороны, возвращение к прошлому, но любое прошлое, оно ведь на новой основе. И, несомненно, сегодня интересно то, что активно включаются сами люди и готовы принимать участие в этих мероприятиях, сдавать нормы ГТО опять, участвовать в соревнованиях. Кроме того, существует календарный план этих спортивных мероприятий, когда мы проводим соревнования непосредственно здесь, в городе, как в центральной точке. Мы проводим межпоселенческие, например, вот в Коткино проводили, да, очень крупные, красные и так далее. Ну, фактически, вот на ФОКах межпоселенческие от двух до четырех мероприятий ежемесячно. То есть достаточно насыщенный календарный план, для проведения вот этих мероприятий, в том числе и, конечно, по национальным видам спорта. Галина Бринеславовна, давайте подробнее остановимся на ГТО. Для тех, кто не знает, что это такое, расскажите. Что такое было и что такое есть? Ну, мы говорим, комплекс ГТО, он включает в себя определенные параметры, да, для каждой возрастной группы. Есть, предположим, я не буду удаляться, да, вот на отдельную группу, если вы захотите, можете пригласить наших специалистов. Они вам очень подробно, Игорь Павлович, вам может рассказать, несомненно. Но вот этот комплекс ГТО, он включает в себя легкую атлетику, то есть бег. Он включает в себя отжимания, да, от пола, качание прессом, ну и так далее. То есть комплекс зависит от возрастных категорий. И норматив тоже зависит от возрастных категорий. Администрация в прошлом году вот сдавала первый раз нормы ГТО. Мы попробовали, как это, ну, то есть вернуться, да, это было замечательно. Самое главное, наверное, это еще и вот это совместное участие, поддержка друг друга, она приводит к каким-то другим чувствам, к каким-то другим волнениям и заинтересованности. Я думаю, что с 15 по 25 мая мы проводим декаду ГТО для школ. Очень бы хотелось, чтобы это было активно, интересно, и чтобы дети действительно показали, насколько они уже сегодня готовы, да, мы говорим, к труду и оборудованию, то есть насколько они физически зрелы и сегодня могут показать свою силу. То есть школьники уже смогут сдать нормативы? Да, они попробуют сдать, да, у нас тестовые режимы идут, но, тем не менее, это декады, да, они будут сдавать норматив. А когда уже начнется, действительно, сдача? С 16-го года будет идти вот в режиме, да, но мы в тестовом режиме в этом году уже проводим. Ну, то есть планомерно, степенно. Я думаю, что администрация в сентябре опять сюда выйдет на сдачу ГТО. Я думаю, к нам присоединятся активно и депутаты, средства массовой информации, мы всех ждем. А с 16-го года все уже могут получить значок, удостоверение? Да, с 16-го года планируется, да. А как, допустим, вот простой человек, не школьник, не работник какого-то предприятия, вот, допустим, хочет сдать норму ГТО, куда ему можно будет обратиться? Ну, прежде всего, это будет, естественно, определять и комитет по спорту, потому что центральным, так скажем, по сдаче ГТО и повод проводить мониторинг, да, это дюц-лидер, поэтому будет прежде всего вот через идти вот эту базу, поэтому, но календарь сдачи ГТО и проведение его, конечно, будет составлен достаточно жесткий, потому что, ну, просто войти в семьи за один день какой-то, когда я хочу, будет просто очень сложно, если очень много, да, то есть тут должно быть в радости. Это должно быть радость, мы говорим. Ну, и кроме того, судейская коллегия будет определять, если ты, по-моему, школьники, да, это взрослое поколение, да, мы говорим, это молодежь, ну, все-таки нормативы-то ведь разные. Ну, я думаю, несомненно, ГТО завоевает свою популярность. Да, но каждый, кто желает, он все равно сможет так или иначе присоединиться к группам и сдать ГТО. Наверное, надо сказать, что вот департамент, он достаточно несет такой большой объем, да, деятельности, он, потому что курирует образование, направляет эту деятельность, определяет политику в области культуры, спорта, определяет, наверное, основные позиции в области, мы говорим, и надзора в сфере образования. Комитет по надзору в сфере образования вместе с полномочиями из Архангельской области перешел в округ. Кроме того, это, конечно же, туризм. Это охрана памятников и тоже на уровне комитета отдельно, потому что это сегодня в рамках 76-го федерального закона мы должны определить, были как раз все субъекты, орган, который будет отвечать за охрану памятников культуры, культурного наследия на своей территории. У нас один памятник федерального значения, есть памятники порядка 36 регионального значения, и поэтому их сохранность, их обследование необходимо проводить. Необходимо проводить. Ну, наверное, большой плац занимает еще и молодежная политика, несомненно. Она тоже курируется нашим департаментом и определяется комитетом по молодежной политике. И исходя из того, что сегодня мы разрабатываем с депутатским корпусом, рассматриваем вопросы, и депутатский корпус готов принимать закон о патриотическом воспитании, обсуждение которого сегодня идет активно. Кроме того, необходимость работы с допризывной молодежи, сегодняшний центр молодежных инициатив, мы меняем его немножко формат. Это будет Центр молодежной политики и военно-патриотического воспитания, в котором будет отдел по работе с допризывной молодежью. То есть меняется жизнь, меняются какие-то подходы, меняются, убираются какие-то стереотипы, наверное, да, появляется что-то новое, всегда хочется идти вперед, не стоять на месте. И отсюда появляются, наверное, новые какие-то направления в деятельности, появляются новые идеи, которые очень бы хотелось реализовать. А в заключение, наверное, хотелось бы поздравить всех с наступающим праздником Великой Победы. Это действительно победа великая. И как бы сегодня ее не переписывали, западные, мы говорим, политологи или историки, ну, я бы сказала, наверное, псевдоисторики, да, те, кто переписывают историю, не стоят на тех позициях, как это действительно было. Я хочу поздравить всех ветеранов. Ветеранов, которых становится все меньше и меньше, к сожалению. Пожелать им здоровья, долголетия. Хочется пожелать здоровья и счастья, долголетия всем нашим труженикам тыла, детям войны. Ну, а молодому поколению, наверное, хочется пожелать, чтобы они не просто вспоминали о подвигах наших солдат только в дни каких-то памятных, в том числе 9 мая, а просто они осознавали, что мы живем так и свободно сегодня. И мы суверенное государство только благодаря этой победе. Спасибо, Галина Вернеславовна, за интересную беседу. Я напомню, у нас в гостях была заместитель губернатора Нинецкого автономного округа, руководитель департамента образования, культуры и спорта Галина Вернеславовна Медведева. Это было актуальное интервью.